Субтитры сделал DimaTorzok 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 Съемочки. В общем, просто расскажу вам супер-казус. В общем, мы хотели сходить сегодня в кино. И знаете что? Мы приехали, во-первых, не в тот торговый центр. Кино начинается уже через несколько минут. Все, Яся! Что? Куда? Куда? У вас что с ним? Что-то было? Ясно. Вообще готова? В общем, сходили мы на фильм Табол. К нам приехали девочки, которые по моим историям вычислили, где мы... Ну ладно, они к нам приехали. Это было очень приятно, когда к тебе приезжают, чтобы сфоткаться. И ты чувствуешь эту любовь. И это так прикольно. В общем, что могу сказать о фильме? Вот Кирилл сидел вообще без эмоций. Сейчас он вышел и выплеснул все. А... Сидела и плакала. А мне было страшно. В общем, вот такой вот фильм. Ариш, она мне пишет это... Вот. Концовка, в принципе, хорошая. Я не знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. С тобой нам быть нельзя, и будет эта песня. Ты! Фантоманцы скрулит! Да! Ееее! В общем, концерт закончился, все было круто. Мы уже выступили и сейчас едем кушать, а потом кое-куда. Года в Ханты-Мансийске очень снежная, мне снег прямо в глаза залетает, и даже несмотря на то, что сейчас 3 марта, здесь очень-очень снежно и как будто высено. Ребята, в общем, мы сегодня не будем спать до... до скольки мы будем спать? Да, большому количеству. В общем, мы хотим посмотреть какой-нибудь фильм, желательно страшный. Последствуйте, пожалуйста. В общем, мы приехали кататься на оленях, сзади меня стоят юрты, здесь снежно, а вот там уже олени. Давай, вторая пошла. Это эффект. Заходим? Можно? Давайте. Мы зашли вот в такой чум, и здесь прям куча еды. Мы здесь греемся. Инна, твоя очередь. Инна, надо спой что-нибудь, пожалуйста. Ладно, я вам спою. Вот они, посмотрите, какие олени. Я в первый раз таких вижу. Посмотрите, какие они прикольненькие. Сейчас будем на них кататься. Вот они, самые настоящие олени. Посмотрите, какие они. Вот они. Вау. Какие милые. Ну что, ребята, мы сейчас на оленях поедем. Можно я? Молодец, не спешим. Можно. Ладно. Ваши эмоции. Ваши эмоции после катания. Я охренела. А сейчас мы приехали в очень красивый современный музей. Ну, выглядит он очень современно. В общем, пойдемте внутрь. Мы приехали в музей природы и человека. Заходим. Тут так тепло. Он и внутри выглядит очень современно. Здрасте. Привет. Спасибо. А вы настоящие? Вы настоящие? Извините. Не замолчи. Идем изучать биосферу. Круто. Видим биосферы. Классно. Так, этот зал у нас называется «Щедрющий моря». И все мы с вами знаем, что он называется. Аммонит. Ему 240 миллионов лет. Представляете? Его можно вот так вот. Это патронный. Вот этому Аммониту. Трогайте и загадывайте желание. Да? 240 миллионов лет. И он волшебный. Представляете? Это настоящие кости. Как он называется еще раз? Как он называется? Трагантерия веслон. Вот трагантерия веслон. Степной слон. Вот тут все кости настоящие, кроме бивней. Представляете? Посмотрите, какой он огромный просто. Пещерный медведь его представляет всегда так грозно. Они были травоядными и падальщиками, как наш современный бурый мишка. А как вы думаете, какой медведь на сей день самый большой медведь на всей планете Земля? Белый гризли. Гризли – это самый маленький медведь. Да ладно. Росомака. И вот все говорят белый. Но наш бурый медведь, именно взрослый особь, именно самочка, самочка всегда побольше. Оно буквально на две головы выше белого медведя. А по сравнению с человеком? Да, смотрите, какой он. А это настоящие кости? Да, это все настоящие. Вот если сравнить с бурого медведя. А вот это вот настоящие бивни мамонта, представляете? Ну и давайте подойдем на саму мамонта. Смотрите, а это зуб мамонта. Один зуб мамонта весил от 2 до 15 килограмм примерно. Нашему зубу 15 тысяч лет. И как же они менялись? То есть мамонт – это травоядное животное. Ему не нужно было жевать. Около горной тундры, посмотрите, с севера на юг протянулись уральские горы. И здесь можно встретить стаю волков. Они прямо как настоящие. Это одна из разновидностей волков. Это полярный серый волк. Также можно посмотреть на западно-сибирского речного бобра. Также на территории нашего края обитает самая маленькая сова на всем белом свете. Попробуйте мне ее здесь найти. Ищем сову. Правильно, посмотрели. Посмотрите, это все сделано из бивня мамонта. Таня поднимается на чердак, потому что должна всегда находиться в среднем мире у богини Калташ, то есть у богини материнства. Вот так вот жили. Одна половина мужская, другая женская. Представляете, вот это вот все рыбья кожа. Представляете? Рыбья кожа. В общем, что я могу сказать о фильме репортаж? Это просто ужасный фильм. Это была идея Кирилла, так что он виноват. Вот именно. А я говорила, давайте посмотрим другое. В общем, пришли в бар. Ждем, сидим, пиццу. В общем, сейчас будем сдирать татуаринг. Ну, как сдирать пленку? Сдирать. Полетели дальше. Доброе утро. Уже прилетели в Москву. В общем, я уже приготовилась выступать. Так вот я одета. А вот у меня прическа. В общем, сейчас я выступлю и... И... Сейчас я вы... Сейчас, смотри. Сейчас я выступлю и сниму, что будет происходить дальше. Я уже выступила, а теперь мы с моими новыми друзьями едем домой. Всем доброе утро. Я только что проснулась, Потому что за вчера немножечко устала. Побывала аж в трех городах и написала не джетлаг, а джетгал. Ну, а скоро, совсем скоро, я вам покажу, где я. А пока что... Смотрите, какая у нас тут весна. Прямо весна-весна. В общем, мы уже гуляем... А где мы, кстати, сейчас находимся? В пригороде, да, в Франции? Монте-Сонни. Где? В Монте-Сонни. Это что такое? Это генозико. Да, да. В общем, гуляем в Монте-Сонни. Гуляем в пригороде Парижа. Монте-Сонни. Ну что, кто разбирается во французском меню? Подсказывайте, что заказать. Так, мы заказали французский лимонад. Сейчас я не знаю, вот такой лимонад мы заказали. Ты уже и пила такой лимонад? В общем, сейчас будем пробовать, насколько он отличается от русского. Это не лимонад, это швепс. Алекс тоже типа швепс. Ну, оранжина. Сказала я себе рыбку. Думала, ну приедет сейчас рыбка мне небольшая. А тут смотрите, какая огромная порция. Замок Людовика XIV. Идем смотреть Париж. Кстати, его стены сохранились еще с тех времен. Вот такая смотровая площадка Королевская есть в Париже. С нее видно весь Париж. А еще говорят, что он маленький. Вот тут вот есть Эйфелева башня. Она кажется такой маленькой, но все равно она очень большая и ее видно. А также какие-то сияные есть. Сегодня мы немного погуляли, потому что я сегодня высыпалась, а завтра очень насыщенный и важный день. Завтра узнаете о завтра, и поэтому мы идем домой. Посмотрите, какая тут красота. Ребята, посмотрите, сбылась моя мечта. Я прилетела в Париж. Посмотрите, какая крутая Эйфелева башня здесь. Мы на Елисейских полях. А вот знаменитая Триумфальная арка. Всем доброе утро! А тем временем утро, и мы в ЮНЕСКО. Сейчас мы будем обедать. И сейчас я хочу вам показать Париж с высоты из здания ЮНЕСКО. Пойдемте. Посмотрите, какая красота. А вот здесь Эйфелева башня. Красота, не правда ли? Как думаете, из чего нарисована эта картина? Так вот, она нарисована из глаз. Представляете, здесь просто миллиарды, мне кажется, миллионы глаз. И все они превращаются в такую картину. Вот в этих кабинетах представители всевозможных стран. Бельгия, Коста-Рика, Коста-Рика также. Делегация Арабских Эмиратов и Нигерии. А также подарок из Нигерии. Нигерия. Еще Нигерия. Еще Нигерия. Сейчас мы плывем по реке Сене. А вот старинный королевский дворец Уор. Погода, конечно, дождливая, но радует то, что есть красивая Эйфелева башня, которая совсем-совсем скоро загорится разными огоньками. Это будет очень красиво. Всем доброе утро. У меня оно необычное, потому что я приехала в Диснейленд. Ура! Ждите много сторисов. Смотрите, вот он, знаменитый замок Дисней. Я такая счастливая. Вы просто не представляете. Ну что, идем? Спасибо огромное за то, что пишете, куда можно сходить в Диснейленде, но вообще все посетить это нереально, потому что там такие очереди просто километровые. Поэтому пишите под последним постом. Мне будет очень интересно почитать, какие еще места, которые, я не знаю, есть в Диснейленде и на какие можно пойти. Может быть, там будет поменьше очередей, чем других. А да, кстати, я еще обещала много сторисов, но здесь тоже очень плохая связь. Поэтому все снимаю и все скоро увидите. Итак, мой день подходит к концу. Он был просто суперским. Я успела покататься на аттракционах, посмотреть салют. Все было очень круто. Конечно же, сходить на шопинг. И скоро вам все обязательно покажу. Посмотрите, какая здесь красота. Я очень рада, что мой четверг прошел именно здесь. Посмотрите, какая красота. Ночью в Диснейленде. Особенно это дерево. И особенно этот фонтанчик. Так приятно гулять. Так тут уютно. Очень. Посмотрите, какой фонтан красивый. Просто я не могу. Он такой красивый. Всем привет. Сейчас я нахожусь в детском культурном центре во Франции, чтобы провести с ребятами, которые меня ждут, мини-фан-встречу. И меня поздравили уже с 8 марта, но во Франции этот праздник не празднуется. Как бы о нем знают, но его не празднуют. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Пожалуйста, французские мультики. Какие же они нормальные. Живем прямо у Эфелевой башни. Если быть точнее, прямо напротив нее. И, конечно же, идем к ней. Она очень красиво вчера сияла. Обязательно вам покажу. Ребята, посмотрите. Только что я была вот там, на самом пике Эйфелевой башни. Смотрите предыдущую историю, чтобы увидеть, какая там была красота. Ощущение просто невероятное. Ну что, Нотр-Дам, идем туда. Это нулевая точка отхода всех дорог во все страны мира. Здесь все и начинается. Всем привет! Мое путешествие по Франции продолжается и мы с подружками. И едем дальше. Посмотрите, какая шикарная весенняя погода за окном. Итак, сейчас мы будем в Макдональдсе. Повезли оттуда автобус. Повезли автобус к Самоттональдсу. Странно. Но ладно. Хотела я вам рассказать интересный факт. В Макдональдсе, в французском, нету сырного соуса. И он есть. Крем-соус. Крем-де-люкс. И он безумно филшный. Я вчерашнего дня звонила, потому что, я же, ну, как бы, он запомнил. Ну, все. Я вчерашнего дня звонила, заранее хотела. Все. Вот, и еще там есть макаронный салат. То есть салат с макаронами. А мы вот сейчас уже подъезжаем в Макдональдсе. Вот такой вот необычный Макдональдс. Подобие Нутердама же есть у нас там. Да, и что? Шона, куда мы едем сейчас? Музей. Ну, возле музея, да. Конфлианс. Это как переводится? Как сказать? И по-французски есть одно название, когда две речки встречаются. И вот так его назвали. Мы в Лионе. Красота. Красота. А еще сегодня прощенное воскресенье. Поэтому просите тех, кто вас обидел. Не держите зла. И просите меня, если я вас как-то обидела. Всем добра. Посмотрите, какая прекрасная погода в Аньси. Горы. Очень-очень красивые. Такое ощущение, что это крем, а сверху посыпали тертым шоколадом или какао. Очень красиво. Облака – это как сахарная вата. Очень красиво. И прозрачная водичка. Ну что, покормим, муточек? Смотрите, как они смешно ловят и едят. Посмотрите, кто прилетел. Это же лебедь. Я бы его погладила, но он кусается. А это старый город на воде. Всего через дорожку уже горы. Этот город называют «Маленькая Венеция». Посмотрите, все дома на воде. Они такие ещё разноцветные. Вот как-то идёшь, идёшь, и немного страшновато, потому что тут много закрытых магазинов, и именно здесь мало людей. И так как-то страшновато. Да, это были вафли. Одни из нутеллы, с нутеллой. Другие обычные с мёдом. И сейчас готовятся просто обычные без мёда. Вот. Кстати, очень вкусные. Я уже пробовала. Я в Швейцарии. Просто посмотрите, какая здесь красота. Посмотрите, как здесь много лебезей. Я, наверное, так много ещё никогда не видела. Здесь очень красиво и очень прозрачная вода. А в Женеве уже вечереет. Идём к озеру. Смотрите, какой у меня прикольный зонтик. Посмотрите, какие здесь горы. Какая здесь вода. Чем идём. Здесь так уютненько. Мне почему-то вот эти вот штучки напоминают, как у Мальдив есть такие вот, как это называется, тротуарчики, скажем так. Вот так вот такая водичка и такая штучка. Посмотрите, только посмотрите, какая прозрачная вода. Какой красивый здесь вид. А вы хотели бы какой-нибудь такой домик у озера? Я бы очень хотела. Ну что, продолжаем путешествовать. Посмотрите, какие красивые заснеженные горы. А здесь маленькие домики. Но они кажутся маленькими, а так-то они большие. По сравнению с такой огромнейшей горой. А как вам такая картина? Хотели бы себе домик на горе? Я бы хотела. Хотела бы и у озера домик, и на горе домик. Ещё домик у моря. И, конечно же, красивенький, уютненький домик в Москве. И ещё много где. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мама Мама А вы же тебя? Ясь, привет! Ясь! Куда ты нас привела? Скажи, пожалуйста, что в меню? Знаете, что я поняла? Что сегодня, когда я выкладывала сторисы, я ни разу ничего не сказала. А теперь говорю. Чуть-чуть ниже. Ой, ладно. Давай, сейчас, подожди ещё раз, ещё раз туда посмотри. Какие ножки, вот так, красави? Да. Ещё раз. Да. Всем привет! Я уже иду на съемки клипа Дэнс Сити. В Москве очень холодно. Я как-то после Парижа даже не привыкла, потому что там где-то плюс 12, плюс 12. Здесь, наверное, грань сейчас свободна в Москве. Холодная. Ну вот, холодная. Но сейчас буду танцевать, и будет не холодно. Готовы увидеть кое-что яркое, красочное и крутое? Та-дам! По-моему, так я еще не снималась. Все, ребята, еще разочек. Монограмма готова? Алёна, ты как? Алёна? Приготовились съемки? Ярослава... Та-дам! Та-дам! Приготовить монограмму. Продолжение следует. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Всем привет! Вчера у меня были съемки с 8 утра, потом девичник Тинс, я такая счастливая пришла домой и проснулась сегодня 30 минут назад. Шучу! Я проснулась не поздно и не рано. А теперь еду на вокал. Ту-ту-ту-тун, ту-тун, 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 ту-тун. Я пришла. И это что? Весна что ли началась? Да? Подождите, на каком этаже? Я пришла на общество знания? А там кабинет физики? Ребята, угадайте, с кем мы снимаем Вайн! Хопа! А у тебя же грубно там, пацаны. Ребята, угадайте, с кем мы снимаем Вайн! Хопа! А у тебя же грубно там, пацаны. Такое вот милое создание. Это оказалось Янго. Представляете, Янго подвесили. И вот тут он одинокий такой висит. На такой же входе сдавайся и поехали снимаем. Камера, мотор. Знаешь, радость это хлопья с молоком. Пробую я угощаю. Тут до края света пять минут пешком. Ну а мы долетаем. Смотрите, какие потрясающие волосы. Смотрите, какая потрясающая девочка. И за герой! На шип-шип шоу! Я, Дядь Дегтярева, лучшая певица в мире. И я, лучший певец в мире. Раул в номер 2 или в твоих номер 2. Привет! Привет! Номер 1! Я буду погибать холостым. Каким холостым, дорогой? Ты что делаешь? Ой, у нас дольф, прости. Ты что, мы извиняемся? Какие люди! У-у-у-у! Привет! Мы уже виделись! А мы не виделись, что было. На флеш-мобе тиккокеров! У-у-у! 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 23! Шип-шип-шоу закончилось, а мы до сих пор тусим. Да ладно, 23? Серьезно? 23! Серьезно? Или 15? Пожалуйста. Мне 23 года. Я думала сначала... Брутальный мужик 23 года. Он врет, он врет. 23 года. Всем привет! Мы с Лизой. Опять снимаем войны. У меня есть вот такие вот штучки. Точнее, это бумага, вырезанная в форме кое-чего. Кто первый отгадает и напишет в форме чего вырезана эта бумажка, тому лайкну фотку. Итак, поздравляю девочку, которая самая первая написала, что бумажка вырезана в форме патчей. Лиза, они настоящие, а у меня бумажные. Ну, в общем, в новом войне все узнаете, почему у меня бумажные. Те, кто голосовали, были правы. Я сегодня... Я все... Не люблю хип-хоп. Не люблю хоккей. Новый русский рок, они не... Ася, куда мы едем? Мы едем в Мармеладо. Куда мы едем? В Мармеладу. В Мармеладо. В Мармеладо, Мармеладо. В Мармеладо, короче, мы едем. Альпак. О, это рай просто. А, Мармеладо ван лав. Смотрите, что мы взяли. Это значки Best Friends. Носков много не бывает. Ребята, в общем, мы с Лизой... Ой, ай, ай, опять падаю. Приготовили друг другу подарочки. Я уже взяла свой подарочек. И сейчас посмотрим на реакцию Лизы. Точнее, когда мы сядем в машину. Я шла и ударила с головой об угол. Вот я теперь уничтю. Лиза! Ставь лайк, если мы тоже так делали. Кашка. Итак, сейчас, пока Лиза готовит мне квест, я буду заказывать нам роллы. Сейчас, пока Лиза мне готовит квест, я бы хотела показать вам свои покупочки. Так, первое, что я взяла, это шапку, потому что вы сказали, что она прикольная, и мне нужно ее брать. Дальше я взяла себе вот такую вот сквиш-альпаку. Я очень люблю альпак. Почему-то в последнее время решила взять вот такую вот альпаку. Прикольную. Дальше я взяла носки. Первые носки, это такие вот с кактусом. Дальше вот такие вот, тоже с альпакой. Это же альпака, да? Дальше я взяла еще носки с буррито. Носки с единорожком. Дальше такие вот наклеечки. Бест Фрэнс. Они куда-то укатились. Вот такие вот штучки. И в подарок мне положили шнурки. Вроде бы из мармалата все. Еще я зашла в Миксит. Он уже закрывался, но я прямо выбежала, проскочила. Такой вот, значит, пакетик. Обожаю просто Миксит. У меня есть еще маска от них очень крутая, в общем. И купила себе вот такую вот штучку. И так как сыворотка, сегодня я вам покажу, когда буду наносить ее. И затестирую. Кстати, еще в пакетике пришли вот такие прикольные наклеечки. У меня по типу таких уже есть из Миксит. Такая вот штучка, если это подарок, то написать кому. И календарик. Такие вот мои покупочки на сегодня. Кстати, подарки все. Ну, точнее, как мы ищем наши подарки, квест, я сниму. Выложу, наверное, в Инстаграм, в профиль. А сегодня я вам только покажу реакцию. Остальное я уже выложу. Сейчас я умылась вот такой вот штучкой. Теперь мы с Лизой делаем маску в равных пропорциях. Всем доброе утро. Мы с Лизой уже проснулись. И сейчас будем кушать. Так вот выглядит мой завтрак. Это хлопья. И знаете, почему я ем из кружки? Потому что я проиграла в цуэфа и ем теперь из кружки. Такая Лиза жестокая. Итак, кстати, про подарки. Вот подарок, который мне подарила Лиза. Сейчас я покажу, что в нем. Итак, здесь... Вот. Здесь два вот таких карандаша. Две ручки. Точилка. Ластик. И еще линейка. Сейчас в следующей сториз покажу вам, что я подарила Лизе. Так, вот то, что я подарила Лизе. Это сумка-ананас. И здесь вот такие вот значочки. И... Бараш-альпака. Да, вот такой вот сквиш. Прикольный. Фух... Время уроков. Слишком много дробей. А вот, между прочим, у кого-то сейчас каникулы. Пишите, каникулы у вас или нет. Вот у меня не каникулы. У нас звонок сломался. Привет, Яся. Давай, раз, два, три. У нас сегодня мальчик поставил пятилитровую бутылку вот так же. Как тебе такое, Илон Маск? Кто-кто? Илон Маск. А, да? А тем временем мы на съемках. Король караоке. Кирилл. Про караоке. Не против него. Все хорошо? Нормально? Естественно. Готов? Да. Готов? Да, лучше указать. Споем. Я говорю тебе привет. И мы сейчас на... ...на король караоке. Оп-оп-оп-оп-оп. Я, что ты скажешь с оправданием? В смысле мы... ...как все заняли свои... ...пен, пинаппл, аппл-пен. Как вам Маск? Вы прекрасны. Да, да, да. Маланская. Такие тоже есть. Да. Итак, делаем ставки. Попадет Кирилл в мусорку или нет? Голосуйте. Это что было? А мы снимаем дальше уже вторую передачу. Кирилл. Кирилл. Ну и опять записи. Всем привет. Посмотрите, какая солнечная прикольная погода. Я иду в школу. И ждите немного истории школы. Почему немного, скоро узнаете. Сейчас будем пробовать швачку. Она вкусно пахнет. Люди, они были в школу туалета. А еще и трое свежую королеву увидим. Да, и красную я хочу. А у нас опять контрольная. Сейчас я расскажу, почему было мало истории в школе. Потому что после второго урока я поехала на король караоке. Поэтому идите отсюда. Хоба. Тебе не смешно разве от этого? Да, я красно выглядела. А что, мы встретились? Где? В Амеде. Сейчас мы уже продолжаем съемки. Все готовы. Все же готовы, да? Я опять со своими записями. Записывала тут всего. И я готова. У нас в шоу еще есть и наставники. Наш королев по караоке. И ты можешь стать его королем. А как его работа? Я Ась. Это Snapchat? Да. Всем привет. Я снова в школе. Не опять и снова. И сегодня у нас, дайте что, опять контрольная. Контрольная у нас каждый день. Найс. Так, сейчас у нас отменили от НКР основы духовной, нравственной культуры. Мы сидим на стульях. Это просто шоп-контент, смотрите. Остроение лягушки. Не смешно. Всем привет. Я в школе. И знаете что? ВПР по математике мы будем писать под камерами. Ну что, в общем, я иду домой. Вот иду я. Ветер холодный. А я иду. Листочек подписываю. Фамилия, имя, класс. Прямо на листочке. Прямо на листочке. Так, отгадайте, кого я встретила. Идя на съемки. Это же Лиза. Ребят, мы с Яси. Когда Яси приедет ко мне на ночевку, решили сделать косплей. Я на Френ. А я на Салли. И будем шоперить Френ Салли. Как вам мой новый образ? Мы любим пиццу. А пицца любит нас. Почему мы так натухились, так устали. И любили спать. Лиза, а можешь чуть вперед глянуть? Вперед, можешь чуть-чуть глянуть? Нам надо, чтобы смайлик потанцевал. Туалет ко мне на ночевку. Всем привет. Завтра в час дня в Мега Белая Дача. Мы с Кириллом Скрипником ждем всех-всех-всех на презентации дизайнерской коллекции Орби. Всех ждем. Всем до встречи. Ребята, посмотрите, как много моей любимой соды. Это, вот, вот серьезно, это просто рай для садомана, а точнее для меня, сода ван лав. Мы с Лизой зашли в ритуаль. В общем, вот, что я взяла. Не знаю, зачем мне это, но я это взяла. Потому что я люблю маски, и мне почему-то захотелось взять мусс. Ну, в общем, я не знаю, зачем, но я это взяла. Мы любим пиццу, а пиццу любит нас. У нас никто не разлучит спицы. Потому что это пицца Маргарита, мы не могли уставить. Прости нас. Маргарита в наших сердцах. Живи навсегда. Тем временем я сижу и жду свой заказ в Старбакс. В общем, мне подписали мой кофе. Очень красиво поешь. Просто Старбакс меня удивляет. Ребята, смотрите, как оригинально. Я попросила меня подписать. В общем, мне подписали мой кофе. Очень красиво поешь. Просто Старбакс. Если я не спрыгну, то если я не спрыгну, то это будет СССР. Спросите меня. Так, мы уже приехали домой. Купили продуктов, ягод. В общем, много чего. Сейчас мы выберем продукты. Сейчас мы выберем продукты. Смоем безобразие с нашими видео. И пойдем выиграться. Во что? В голову... Знаете, что я нашла? Это роллы с того раза, когда мы заказывали их. В общем, я тестирую эту маску. Пока мне больно. Мне серьезно больно, она очень мятная. Ребята, в общем, супер лайфхак для подростков, у которых есть шелушение вот здесь, вот на носу или где-то там. В общем, вот эта маска от Невеи, она реально убирает эти шелушения, поэтому я всем советую себя. Я убираю завязьи. Хе-хе. Хе-хе. Всем доброе утро. Мы только что проснулись. Восемь утра в воскресенье. Я, наверное, никогда не вставала. Всем привет. Мы уже едем. Мы уже едем. Белая дача. Мега. Орби. Презентация дизайнерской коллекции. Будет круто, весело. Приходите. Всех ждем. Всех ждем. Итак, мы уже приехали. Кирилл. Теперь сидим, готовимся к выходу.